Первая любовь стала единственной. Пётр Бондарев и Антонина в девичестве Кислякова встретились в мае далёкого 1965 года. Пётр Петрович свою будущую супругу увидел в автобусе. Вместе с тремя сёстрами она вошла на одну из остановок и приковала слух и взгляд 23-летнего юноши. В своей симпатии молодой человек поделился с товарищем и оказалось, что девушка друга живёт в двух шагах от стройной красавицы и готова посодействовать в знакомстве. В тот же вечер Пётр Петрович узнал имя своей будущей супруги. Дорога до ЗАГСа была не длинной, но сложной. Предложение выйти замуж было сделано дважды. Первое предложение я делал, она не то, что мне отказала полностью, но сказала, что как такого слова не было – нет. А просто в виде того, что или время, или подождать надо. Я не стал отчаиваться, также продолжал ходить. В парк ходили, ходили, говорится, на природу, говорится, на Уруп, на Кубань, говорится, на пляж, на лодках, когда ещё были лодки, на пляже на лодках катались. Ну и в августе месяце, конечно, число я разобыл, когда, говорится, я сделал второе предложение. Оно согласилось. Свадьбу сыграли 12 сентября. Спустя 50 лет в памяти супругов остались самые волнительные моменты того знаменательного события. Первый поцелуй был на свадьбе. Мой муж, конечно, теперешний муж, а в то время мой жених был очень красивый, тоже высокий, стройный, в чёрном костюме, в белой рубашечке. Ну да, все, говорится, когда ничего страшного не было, но именно, когда я расписывался, почему-то рука дрожала. Говоря о секрете семейного долголетия, супруги перечисляют несколько составляющих, где многое играет роль. Первое – это пример их родителей. Выросли они в крепких многодетных семьях. Второе – совместный труд на общее благо. Бондаревы признаются. Так много пришлось работать, что и времени ссориться не было. Важно жить в заботе друг о друге. Такой наказ они дают всем молодоженам. Надо любить друг друга, уважать, быть покладистыми друг другу. Друг на друга не повышают голоса. Перетерпеть, если даже что-то, терпение. Основное терпение. Главное – забота друг о друге. Забота о детях. В день золотой свадьбы Бондаревы еще раз пришли в ЗАГС вместе с тремя детьми, восемью внуками и двумя правнучками. Их поздравили в торжественной обстановке. В учреждении отмечают, для Армавира подобные факты семейного долголетия – не редкость. В летнее время еженедельно чествуют золотых юбиляров и каждую пару ждут на бриллиантовый праздник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!